Владимир Набоков У многих неамериканских подданных никто из тех, кто назван в этой книге по имени, до настоящего времени не дожил. Часть первая. Один. «Все счастливые семьи более или менее различны. Все несчастливые более или менее похожи друг на друга», замечает великий русский писатель в начале своего знаменитого романа «Анна Каренина». В английском преображении в Стоунлоуэра «Товарищество с ограниченной ответственностью. Гора Фавор. 1880 год». Это утверждение едва ли имеет какое-либо отношение к нашему повествованию, семейной хронике, первая часть которой ближе, пожалуй, другому сочинению Толстого «Детству и отрочеству», выпущенному по-английски в 1858 году издательством «Понти Пресс» под названием «Childhood and Fatherland», то есть «Детство и Отечество». Дарья Долли Дурманова, бабка Вана по материнской линии, была дочерью князя Петра Земского, губернатора Брадора, американской провинции на северо-востоке нашей обширной и разнообразной страны. В 1824 году князь женился на фронтоватой светской особе ирландке Мэри Рейли. Долли, их единственное дитя, родилась в Бра, и в 1840 году нежных и своенравных 15 лет от роду обвенчалась с генералом Иваном Дурмановым, комендантом юконской крепости и мирным помещиком, владевшим землями в Северном Торе, в северные территории, этом лоскутном протекторате, который до сих пор любовно называют русской эстотией, гран-областичной и органично смешанной с русской Канадией, иначе называемой французской эстотией, где не только французские, но также македонские и баварские поселенцы наслаждаются чудным климатом под звездами нашего полосатого американского флага. Дурмановы, впрочем, облюбовали радугу, имение, расположенное вблизи городка, с тем же названием, за пределами, собственно, Эстатиландии, на атлантическом отрезке материка, между фэшнебельной Калугой, Нью-Чешер, США, и не менее роскошной Ладогой, Майн, где они владели особняком и где родились трое их детей. Сперва сын, умерший молодым и знаменитым, а затем двойни девочек с неуживчивыми характерами. Долли унаследовала материнскую красу и темперамент, но также одну закоренелую родовую черту, эксцентричный и порой удоручающий вкус, нашедший свое выражение, к примеру, в именах, которые она дала дочерям. Аква и Марина. Отчего не Тафана, со сдержанным утробным смешком, спрашивал жену славной, награжденной ветвистыми оленями и рогами генерал, и коротко откашливался с напускным безразличием, страшился вспышек ее гнева. 23 апреля 1869 года во влажной, теплой, сетчатой от мороси зеленой Калуге, страдающей своей обычной весенней мигренью, 25-летняя Аква сочеталась узами брака с манхэттенским банкиром старинного англо-ирландского рода Уолтером де Вином, уже давно состоявшим в прерванной и вскоре вновь возобновившейся спорадически любовной связи с ее сестрой Мариной. Та, в свою очередь, в 1871 году вышла за двоюродного брата своего первого любовника, тоже Уолтера де Вина, столь же состоятельного, но много менее блестящего господина. Де в имени мужа Аквы означал демон, форма от демьян или дементий, и так его домашние и величали. В свете же он был известен главным образом как Ворон Вин или просто Черный Уолтер, в отличие от мужа Марины, Уолтера Дурака или попросту Рыжего Вина. Сугубое увлечение демона состояло в коллекционировании старых мастеров и молоденьких митресс. Он, кроме того, любил зрелые каламбуры. Мать второго Уолтера, Данилы или Дана Вина, в девичестве носила фамилию Тромбелл, и он имел склонность пространно пояснять, если только какой-нибудь охотник затравить зануду не сбивал его. Как в ходе американской истории английский «булл» — «бык» превратился в новоанглийский «белл» — «колокол». В силу тех или иных причин он на третьем десятке начал свое дело и довольно бойко выбился в известного манхэттенского торговца картинами. Живопись его мало увлекала, во всяком случае, на первых порах. К тому же, ни коммерческой жилки, ни нужды растрясать на ухабах своей работенки солидное состояние, унаследованное от череды значительно более предприимчивых и решительных уинов, у Данилы не было. Признаваясь в том, что деревенская жизнь ему не по душе, он провел в Ардисе, своем великолепном имении вблизи Ладоры, лишь несколько тщательно затененных летних уикендов. Столь же редко с отроческих лет посещал он и другое свое поместье, расположенное на северной стороне Китиш-озеро под лугой, вмещавшее и практически состоявшее из этой странно-прямоугольной, притом совершенно естественной водной глади, для пересечения которой по диагонали окуню требовалось 30 минут, как он однажды установил по часам, и которой он владел вместе со своим кузеном, бывшим в юности заядлым рыболовом. Интимная жизнь бедного Данилы не отличалась ни сложностью, ни прелестью, но так вышло, он вскоре позабыл, при каких именно обстоятельствах, как забываешь мерки и цену любовно сшитого пальто, поносив его от случая к случаю 2-3 сезона, что наш негациант удобно влюбился в Марину, семью которой знавал еще с тех времен, когда та владела радужской усадьбой, впоследствии проданной господину Элиоту дельцу-еврею. Как-то весенним днем 1871 года, поднимаясь с Марины в лифте первого манхэттенского десятиэтажного здания, он сделал ей предложение. На седьмом этаже отдел игрушек был с негодованием отвергнут, вниз спустился в одиночестве и, желая проветрить чувство, отправился в контурфогговом направлении, в тройной тур вокруг света, всякий раз повторяя, будто ожившая параллель, один и тот же маршрут. В ноябре 1871 года, когда он строил свои вечерние планы с тем же самым грязноватым, но любезным Чичероне в костюме цвета Кафе Оле, которого он уже дважды нанимал, все в том же генуэзском отеле, ему подали на серебряном подносе аэродепешу от Марины, пересланную с недельным опозданием его манхэттенской конторой, где ее по недосмотру новой служащей упрятали в долгий ящик с пометкой «Ре Амор». Марина кратко извещала Данилу, что выйдет за него после его возвращения в Америку. Согласно уцелевшему вместе с другими старыми бумагами на чердаке Ардис Холла воскресному приложению к Калужской газете, на юмористической странице которой как раз начала печататься серия рисованных историй «Доброй ночи, малыши», а давно позабытых теперь Ники и Пемпернелли, очаровательных братья и сестрицы, деливших узкую кровать. Брачная церемония Виндурманова состоялась в 1871 году в день Святой Аделаиды. Двенадцать лет и приблизительно восемь месяцев спустя двое ногих детей, он темноволосый смуглый, она темноволосая и молочно-белая, склонившись в луче жаркого солнца, падавшего из чердачного окна, под которым громоздились пыльные картонные коробки, случайно сопоставили эту дату 16 декабря 1871 года с другой 16 августа того же года, косо, нацарапанной задним числом рукой у Марины в углу официальной карточки, стоявшей в плюшевой малиновой рамке на большом письменном столе ее мужа в библиотеке, неотличимой от газетного снимка с той же трафаретно волочащейся по земле эктоплазменной фатой невесты, слегка сдувшейся на паперти из-за бриза и облепившей панталоны жениха. Девочка появилась на свет 21 июля 1872 года в Ардисе, родовом поместье ее предположительного отца в графстве Ладора и в силу какой-то неясной мнемонической причины была записана под именем Аделаида. Вторая дочь, на сей раз бесспорно Данова, родилась с 3 января 1876 года. Кроме этого старого иллюстрированного приложения ко все еще выходящей, но давно выжившей из ума калужской газете, наши озорные Пимпернел и Николетта наткнулись в полумраке того же чердака на катушку с лентой, оказавшейся, по словам поваренка Кима, что станет ясно из дальнейшего, предлинным микрофильмом, отснятым Глобтроттером. Пленка запечатлела всякие причудливые базары, раскрашенных херувимчиков и писающих мальчиков, возникавших трижды в разных ракурсах и в новых гелиоцветовых тонах. Разумеется, человеку, который собирается остепениться и создать семью, не следует хвастать определенного рода интерьерами, как, например, групповыми сценами в Дамаске. Вот сам Данила, вот непрерывно дымящий сигарой археолог из Арканзаса, обладатель необыкновенного шрама на стороне печени, вот три толстые шлюхи, вот преждевременные гейзерок старика Арчи, как смешно назвал эту конвульсию третий участник вечеринки мужского пола некий бравый британец. И все же во время познавательного медового месяца, проведенного в Манхэттене, Дан много раз демонстрировал молодой жене большую часть этой ленты, к которой прилагались заметки строго фактического рода, не всегда легко отыскиваемые из-за выпавших или перепутанных закладок в нескольких путеводителях, разбросанных кругом. Впрочем, лучшую свою находку дети обнаружили в другой картонной коробке, в более глубоком слое прошлого. Небольшой зеленый альбом с аккуратно вклеенными цветами, набранными самой Мариной или подаренными ей в горном курорте Экси, недалеко от Брига, Швейцария, где она жила некоторое время до замужества по большей части в наемном шале. Первые двадцать страниц этого гербария украшали мелкие растения, беспорядочно собранные в августе 1869 года на муравчатых склонах над шале или в парке отеля Флори, или же в саду близлежащего санатория. Мой нусос, как его прозвала бедная аква, приют или дом, как более сдержанно его именует Марина в своих пометках о месте, где было сорвано растение. Эти начальные страницы не представляли большой ботанической или психологической ценности, а полсотни последних страниц альбома и вовсе остались пустыми, но срединная часть с заметно убывающим числом образцов оказалась сущей мелодрамой в миниатюре, разыгранной призраками мертвых цветов. Образчики находились на одной стороне альбомного листа, а заметки Марины Дурманов «Эн регард». «Анколи блэ диз альп», «Экс в вале», 1-9-69-го, от англичанина в отеле. «Водосбор альпийский, цвет ваших глаз». Эперьер Орикюль, 25-е 10-е, 69-й, экс, экс орто доктора Лапинера, сорвана в стенах его альпийского сада. Золотой гинг-го лист выпал из книги «Правда о Терре», которую Аква подарила мне перед возвращением в свой приют, 14-е, 12-е, 69-й. Рукотворный Эдельвейс, принесенный моей новой нянькой с запиской от Аквы, поясняющей, что он взят с мизерной и диковатое рождественской еле в приюте. 25-е, 12-е, 69-е. Лепесток орхидеи, одной из 99 орхидеи. Скажите, пожалуйста, присланных мне вчера спешная доставка «Себьен ле Ка де ла Дьир» с виллы Армина в Приморских Альпах. Отложила десяток, чтобы отнесли Акве в ее дом. Экс в Вале, Швейцария. Снегопад в хрустальном шаре судьбы, как он говорил. Дата стерта. Горячавка Коха, редкость, принесена лапочкой лапинером из его безмолвного гентиариума. Пятое, первый, 1870-й. Синяя чернильная клякса, случайно принявшая форму цветка или же нечто выморанное и подправленное химическим карандашом. Комплекуария комплекуата, вар аквамарина, экс, пятнадцатая, первый, семидесятый. Причудливый бумажный цветок, найденный в сумочке Аквы, экс, шестнадцатая, второй, 1870-й. Сложен над ним пациентом дома, который уже больше не ее. Горячавка весенняя, принтаньер, экс, двадцать восьмое, третий, 1870-й. Служайки у дома моей няньки. Последний день здесь. Юные открыватели так прокомментировали это диковинное и отталкивающее сокровище. «Из этого я вывожу», сказал мальчик, «три главных обстоятельства, что еще незамужняя Марина и ее замужняя сестра провели зиму в моем льё де нессанс, что у Марины был ее собственный доктор кролик Пурансидир и что орхидеи были посланы демонам, предпочитавшим жить у моря своей темно-синей прабабки». «Могу добавить», сказала девочка, «что лепесток относится к обычной онцидиум папилио, идеей бабочки, что моя мать была еще безумнее своей сестры и что бумажный цветок с таким высокомерием отвергнутый вполне убедительно воспроизводит ранневесенний подлесник, виденный мной в изобилии на прибрежных калифорнийских холмах в прошлом феврале». Доктор Кролик, наш местный натуралист, упомянутый тобой, Бван, ради скорого повествовательного извещения, как могла бы назвать этот прием Джейн Остин, вы ведь помните Брауна, не так ли? Смит определил, что обращик, привезенный мною в Ардис из Сакрамента, это Бирфут, Бир, медвежья лапа, любовь моя, не моя или твоя, или стабианской цветочницы, намек, который твой отец, а согласно Бланш, также и мой, раскусил бы вот так, по-американски щелкает пальцами. И будь благодарен, продолжала она, обнимая Вана, что не привожу его научного названия. Между прочим, другая лапа, Пьедельон, с той жалкой рождественской елки, сделана тем же, полагаю, несчастным китайским юношей, приехавшим на лечение из самого Баркли-колледжа. Отлично, Помпьянелла, ты видела ее рассыпающие цветы на репродукции в одном из альбомов Дяди Дана. Я же любовался ей в музее Неаполя прошлым летом. А теперь не пора ли нам, девочка, снова натянуть тенниски и шорты и спуститься вниз? Зароем или сожжем этот альбом прямо сейчас? Согласна? Согласна, ответила Ада. Уничтожить и забыть. Но у нас еще целый час до чая. Используйся. Используйся. Используйся.